17 февраля состоялось одно из самых ожидаемых зимних мероприятий у студентов Казанского университета – спортивно-оздоровительный выезд на базу «Маяк» в Зеленодольском районе. Сегодня это наш второй выезд. Вчера у нас здесь присутствовали студенты и сотрудники института филологии и межкультурных коммуникаций, института геологии и нефтегазотехнологии, а сегодня с нами здесь институт психологии и образования и институт фонтальной медицины и биологии. В распоряжении студентов у нас действует прокат лыж, тюбинги и также снегоход. Ну и кроме того, свежий воздух, хорошая дружная атмосфера, плюс чуть позже для студентов откроется точка питания, где они смогут пообедать и потом уже какие-то веселые игры, это собственно на их усмотрение. На поезде здоровью все желающие отправились проводить выходные дни на свежий воздух, где их ожидало множество интересных развлечений. Самые спортивные катались на лыжах, снегоходе и на утюбингах, а кто-то просто наслаждался прогулкой по зимнему лесу. Есть выбор, кому что по душе, можно просто погулять, можно взять лыжи, можно успеть на самом деле прокатиться на всех трех видах представленных здесь и успеть погулять. То бишь где-то два с половиной-два часа в распоряжении студентов и они могут их провести как душе угодно, отдохнуть, насладиться природой. Мы успели прокатиться только на лыжах и нам уже очень понравилось. Уже не первый год спортивный комплекс «Маяк» открывает свои двери для студентов. Однако с каждым разом ребята получают все новые яркие эмоции и заряжаются энергией активного отдыха. Все очень здорово, классно, светит такое солнышко, такая погода замечательная. Рядом близкие друзья и в принципе я не первый год езжу на поезд здоровья. Все очень классно и все очень здорово. Все равно эмоции как бы не передать, одни и те же не будут эмоции, но каждый год все по-разному, но в принципе программа остается одинаковой. Интересно провести время здесь могут как профессионалы, так и новички. Веселые игры на свежем воздухе никого не оставили в стороне. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универ Ньюс.